В Уральске установлен памятник воинам казахстанцам, погибшим на таджико-афганской границе. Важное событие было приурочено ко Дню Защитника Отечества. В церемонии открытия приняли участие сами ветераны таджико-афганского конфликта, их родственники, военнослужащие, представители общественных организаций, а также молодежь. В период с 1993 по 2001 годы внутренние войска Республики Казахстан несли службу на таджико-афганской границе и участвовали в обеспечении безопасности границ Союза независимых государств. Всего в миротворческой миссии приняли участие 8,5 тысяч военнослужащих страны. Так, в 1995 году в Пшихаурском ущелье в неравном бою погибли 17 и были ранены 33 воина-казахстанца. Их память почтили минутой молчания. Аким Горуда Миржан Сатканов поздравил собравшихся с Днём Защитника Отечества и подчеркнул, что открытие памятника станет символом прославления мужества и боевого духа. Общество ветеранов-участников боевых действий на таджико-афганской границе очень активное. Они всегда участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в городе. Эти ветераны обратились к нам со своей идеей и проектом. Благодаря единству и сплоченности, совместно с ними, сегодня мы открываем этот монумент. Бронзовый монумент отражает характер солдат этих лет, а на гранитной стене написаны годы военной службы и имена погибших. Всего на таджико-афганской границе несли службу 350 военнослужащих из нашего региона. Один из них погиб. Сегодня мы открыли памятник. Чтить ветеранам, чтобы в дальнейшем война не была в Казахстане. С Уральской области, с Ченгерловского района погиб наш ветеран Радик Хальмолдиев. На церемонии собрались ветераны, служившие на таджико-афганской границе, их родственники, а также военнослужащие и молодежь, представители общественных организаций. Они возложили цветы к монументу и почтили память погибших воинов. Также ветераны, участвовавшие в миротворческой миссии, получили благодарственные письма Такимов области и города, начальника департамента по делам обороны. Пусть это будет примером патриотизма для нашего подрастающего поколения. Пусть в памяти навсегда останутся наши погибшие сослуживцы на таджико-афганской границе. Они совершили настоящий воинский подвиг и достойны, чтобы об этом помнили наши потомки. В День защитника Отечества организация ветеранов боевых действий в Нагорном Карабахе также провела торжественное собрание. Были награждены члены объединения и представлена концертная программа.